Берегите своих матерей Тамара родилась 8 января 1938 года в городе Андижане в благородной и религиозной семье Михаила и Панино Ниязову, которые зародили в ее душе почитание родителей, уважение к ценностям предков, любовь к Торе и еврейским традициям. В семье родителей было пятеро детей. Тамара была самым старшим ребенком. Детство и юность прошли в военные и послевоенные годы. Война вырвала ее отца из мирной жизни на целых 4 года. Все тяжести и заботы семьи выпала на долю ее мамы. Тамара, как могла, помогала матери пройти через все трудности того времени и дождаться возвращения отца. Когда ее мама уходила на работу, Тамара заботилась о своем младшем братье и сестре. Эти качества она пронесла через всю свою жизнь и поэтому всегда была в центре внимания братьев и сестер. Тамара росла в атмосфере любви и взаимопонимания. Была смышленной, любознательной, наблюдательной девочкой. Хорошо училась. Часто видела, как ее мама садила за швейной машиной, обшивала братьев и сестер. Закончив среднюю школу, поступила на курсы кройки шитья. Успешно закончив, начала работать в своей мастерской. Она гордилась и радовалась, что зарабатывает деньги и может материально поддержать своих родителей. Награжденной Богом красотой, веселым и добрым нравом, Тамара не могла не привлечь внимания интересного мужчину, которого звали Яков. Поженившись в 1955 году, она переехала жить в город Ферганан, в дом родителей мужа. Для молодой семьи была выделена одна комната, где они могли спать и питаться. Шагая по жизни рядом с Яковом в течение 34 лет, она сполна оправдала большую его любовь. Была безгранична преданной и любящей женой, отзывчивой мамой и заботливой бабушкой. Была стержнями центра своей семьи, делала все для ее укрепления. Тамара была не только женой, но и ангелом-хранителем для своего мужа. Яков часто нежно и ласко говорил ей, «Ты моя хранительница семейного очага», а их большая любовь позволяла им вместе радоваться и преодолевать трудности. От большой любви у них родились четверо детей. Самая старшая дочь, Света, родилась в 1956 году. Спустя два года родился сын, которого назвали Олегом. «Он становится настоящим украшением их красивой семьи». Тамара была на седьмом небе от счастья, когда видела радость и улыбку своего мужа, который испытывал от рождения наследника и продолжателя рода Исакова. Тамара говорила, «Это был самый большой подарок в моей жизни, который я сделала для своего Якова». В 1961 году родилась вторая дочь, которую назвали Элла, а в 1966 году – Алла. Тамара безумно любила своих детей, всегда окружала их своей заботой и вниманием, умела их выслушать, пошутить и дать правильный совет. Детям рядом с ней было всегда спокойно, уютно, радостно. Она научила их идти правильной дорогой, уверенно шагать по жизни, любить и ценить семейные традиции. Самое ценное, что дали родители своим детям – это достойное воспитание, хорошее образование. Многим ее окружающим казалось, что больше никто не мог так любить, уделять столько внимания ласка своим детям и внукам, как это делала Тамара. В то же время вместе с Яковом переживала и расстраивалась, что у детей нет элементарных жилищных бытовых условий для гармоничного развития. Все шесть человек продолжают жить в однокомнатной квартире. Тамара свойственна ей характера, как сильного и принципиального человека, и зная, что она, многодетная мать, в течение 13 лет отбивала пороги партийных и советских органов города Ферганы и области, чтобы выделили ей квартиру, и только в 1968 году она получила двухкомнатную квартиру. Впервые за все время замужества Тамара почувствовала хозяйкой своего дома. Торжественно провела новоселье, с улыбкой и приятным смехом принимала гостей. Частыми гостями стали ее мама Пенино, свекровка Барно, с трепетом встречала на шаббат братьев и сестер, у нее текли слезы радости, когда видела, как ее дети резвятся, играют, выселятся у себя дома. Тамара была не только хорошей хозяйкой, но и большая труженица, чтобы поддержать мужа материально и улучшить экономическое положение семьи, бралась за любую работу. Приехав в город Фергана, сразу пошла работать по своей специальности швеей-мотористкой. После того, как в 1961 году положенному обвинению в экономических махинациях мужа Якова лишили свободу сроком более двух лет, в семье кормильницы стала только Тамара. Чтобы увеличить доход семьи, в отсутствие мужа пошла работать на текстильный комбинат, где впоследствии резко ухудшилось ее здоровье. По возвращении из мест лишения свободы, Яков, увидев состояние здоровья, Тамара предложил освоить профессию дамского мастера, с которым она успешно справилась. А в последние годы работала в сфере торговли. Безупречная, честная, смело готовая справиться со своими сложностями, Тамара где бы ни работала, завоевывала любовь и уважение у окружающих. За хороший труд руководители организации неоднократно награждали ее денежными премиями, грамотами, ее портрет висел на доске почета. Наступил 1976 год. Тамара и Яков осуществили мечту своей молодости, купили дом, в нее въехали уже повзрослевшие дети. Этот дом стал свидетелем многих событий семьи. В этом же году Света вышла замуж. Родился чудесный сын, которого назвали Владом. К сожалению, после рождения малыша семья распалась. Света переехала жить к родителям. К счастью, одиночество Светы длилось недолго. Спустя некоторое время она встретила мужчину своей мечты, которую зовут Яков. Тамара была мудрой женщиной, прекрасно понимала, что Света должна начать новую жизнь с чистого листа. Приложила весь свой ум, талант, чтобы убедить ее оставить своего сына на воспитание бабушки и дедушки. Они обещали дочери сделать все, чтобы Владик вырос гармонично развитым парнем. Они сдержали свое слово, отдали ему свою любовь, тепло души, нежность. Владик вырос, стал достоин человеком нашего общества. Он женился на чудесной девушке Вике. У них родились два сына и дочь, которые живут в Канаде. В 1978 году любимого сына Олега призвали в Советскую армию. Узнав об этом, Тамара испытывала двойное чувство. Сознание подсказывало ей, что сын уже, взрослый парень, должен отдать свой долг родине. А материнское сердце переживало и не могла представить, как она может расстаться и не видеть единственного сына целых два года. С благословением проводила его в армию. Олег отслужил и благополучно вернулся в родительский дом. В этом же году он женился, затем сыграли свадьбы Эллы, а спустя два года и Алла. Тамара и Яков с открытым сердцем приняли новых родственников в лице худо, стали родными для своих домотов Якова, Семена, Володи и снохи Анжелы. Все они активно принимали участие во всех семейных мероприятиях семьи Исакова. В этом доме у Тамары раскрылись организаторские способности, на высоком уровне провела свадьбу своих детей, организовывала все еврейские праздники, шабаты, красиво накрывала столы, ведь она очень вкусно готовила. На всех мероприятиях веселилась и радовалась сама, своим азартом, заразительным смехом заражала всех окружающих, с ней было всегда легко, просто и хорошо. Тамара прекрасно понимала, что жизнь это не пряник, со всех сторон не бывает сладкой. За годы своей жизни ей пришлось немало пережить трудности, в какие только водовороты не попадала, но она выживала, боролась и побеждалась, и никогда не сдавалась. Первым тяжелым испытанием на ее узкие плечи выпала внезапно смерть ее свекора и леву Манинь. Вместе с Яковом достойно проводили его в последний путь, соблюдая все традиции нашего народа. После годового упоминального вечера свекоры внезапно умер ее отец Михаил. Тамаре вновь пришлось пройти через этот трудный путь. Тамара и Яков проявляли большую заботу и внимание к своим матерям. Часто посещали их дома, приглашали к себе, поддерживали не только морально, но и материально. А шабаты они всегда были вместе. Но несмотря на это судьба распозналась по-своему. В 1987 году скоропостижно скончалась мать Якова, поспутия годы и мать Тамары. Наступил новый 1989 год, который изменил Тамаре всю ее жизнь. Скоропостижно в расцвете лет в возрасте всего лишь 61 год скончался самый дорогой и любимый человек муж Яков. Она не находилась в месте, потеряла сон и покой. А сколько было пролито слез и бессонных ночей. В эти трудные минуты рядом с ней были ее дети, родные, которые поставили свои плечи, помогали ей выйти из этого тяжелого состояния. Но эта боль потери она принесла с собой до конца своей жизни. Окружающие люди восхищали ее мужеством и терпением, поражались, как эта хрупкая нежная женщина выдержала все эти трудности, сочетая с работой, с семейными заботами, ведением хозяйства. она хорошо понимала, что Всевышний дает человек трудности для того, чтобы стать еще сильнее и добрее. В начале лета 1989 года в городе Фергане разрядился кровавый вооруженный конфликт на меднациональной почве. Началась массовая эмиграция. В 1991 году она прошла собеседование в посольство Америки. Получила статус беженца, но большая любовь к родине предков взяла веру. И она вместе с сыном и внуком Владимиром оставила свой дом и все, что было в нем, вылетело в Израиль. У нас уже чемоданы распроедены. Когда этот день будет, не знаю. Уже как никогда в этом году очень много дал фруктов, виноградов всего. На прощание наверное. Долхат с собой заберем домашний вино тоже. Улетая, она сказала, мне ничего не надо. Главное, что я своих детей уважаю целыми неврединами. А там хрухахат мир сана. хрухахат В аэропорту Бен-Гурион их встречали родные и близкие. Из Америки прилетел ее любимый брат Басалеллы. Он организовал большой банкет по случаю ее приезда. В Израиле ее судьба была насыщена многими счастливыми событиями. В течение шести месяцев купила четырехкомнатную квартиру, которую она мечтала. С ней жила семья сына. В этой квартире Тамара увидела рождение трех внучек. Которых нянчила и воспитала. Давала возможность сына и Анжеле спокойно работать, изучать язык, быстрее встать на ноги. После долгой разлуки встретилась семью дочки Эллы, которые приехали с Дальнего Востока России. Она не могла не нарадоваться, впервые увидев ее детей. Помогала дочке и как могла. Осуществилась ее мечта, провела веселую свадьбу внука Владика. А затем, как и обещала, внука была кайваном на брите своих правнуков Леона и Стива. Она радовалась и наслаждалась жизнью. Гордилась успехом своих детей. Это позволяло ей вести активный образ жизни. Своей открытой, искренней душой позволило быстро заявать любовь и уважение окружающей. Она приобрела много подруг, с которым часто встречалась, устраивала посиделок, принимала у себя дома, частыми гостями были, родными и близкими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наступил 2009 год. Незаметно к ней подкралась страшная болезнь. Тамара не теряла надежду на выздоровление. На болезнь прогрессировала. Она перестала общаться с родными и близкими. Ей хотелось тишину и покоя. Потихоньку стала терять память и нуждаться в помощи. В эти трудные минуты ее жизни был рядом с ней любимый сын Олег. В последние годы Тамара нуждалась в постоянной посторонней помощи. Олег уволился с работы, был рядом с ней все 24 часа в сутки. Делал все возможное, чтобы как-то влегчить ее страдания. Она всегда была ухоженная, накормленная. Хотя упорно боролись за ее жизнь, болезнь оказалась сильнее. 12 апреля 2015 года в 6 часов утра Сердце Тамару остановилось навсегда. Перестало биться сердце доброй и нежной жены, мамы, бабушки. Она ушла из жизни так же достойно, как прожила свою жизнь, полностью выполнив великую миссию женщины-матери. И неповторимая моя Со слезами на глазах, с болью сердца Пришли проводить ее в последний путь Не только дети, внуки, родные и близкие, Которые знали Тамару хорошо, Но и огромное количество людей, Которые просто слышали об удивительной судьбе И жизненном пути Тамары. В Иоаде было сказано много добрых, теплых, нежных слов. Каждый человек, придя в этот мир, умирает дважды. Первый раз, когда перестает дышать, Второй раз, когда перестает его вспоминать. Тамару будет вспоминать вечно, Потому что она оставила после себя доброе имя И хорошее наследие Четырех прекрасных детей, Шестнадцать внуков, Четырех правнуков. Они будут приходить на ее могилу И с гордостью рассказывать о ее жизни Из поколения в поколение. Показла свеча жизни Тамары И зажглась свеча памяти. Покидая земной мир, Тамара обратила их ко всем со словами. О, дети, внуки, Родные и друзья, Не плачьте. Миссия моя на белом свете истекла. Моя душа еще жива над вами, Она над вашими витает головами. И сверху я вас всех оберегаю. Миссия моя на белом свете истекла. Миссия моя на белом свете истекла. Миссия моя на белом свете истекла. О, храни тебя, мухаббат моя. Продолжение следует...